Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 23 октября. Память святого Иакова Боровицкого. Нам совершенно не известно, ни место рождения этого блаженного и праведного Иакова, ни имена его родителей. Все это скрыто от нас Божьим изволением, чтобы мы знали, что Божьи святы ищут неземного, но небесного Отечества. Неземным своим родом хвалятся, но возвышаются своим сопребыванием с небесными ликами. Нетелесным, но духовным своим Отцом, вездесущим Богом величаются. Мы знаем, что этот просто чудный чудотворец, хотя имел плотское рождение, но жизнь вел духовную, пламенея своим сердцем к Богу и усердно работая к Господу, хотя и он был в вещественном теле, однако своим невещественным умом беседовал и вместе жил со святыми ангелами. С телом он обитал на земле, но умом своим просвещенным боговедением он предстоял Богу, живущему на небесах. Во всем постоянно он являл себя верным рабом Божиим, показывая пример терпения, смиренно перенося нужды, труды, непрестанно подвязая за убедение и посте. Когда окончилось странствование блаженного в этой временной исполненной скорбе и жизни, его праведная душа, украшенная как невеста добродетелями, введена была ангелами Божьими в чертог спасов, а тесное тело его по христианскому обряду было положено в раку. В области Великого Новгорода протекает река Мстаж, на которой находилось тогда селение Боровичи. Когда настало время прославиться святому раков, которые почивали мощи этого угодника, плывя по велениям Божьим на льдине против течения вышеназванной реки пристало около бурного и шумного порога Боровицкого к берегу, недалеко от селения Боровичей. Жители этого селения усумнивших не приняли святых мощей Великого угодника Божия и крючьями, прикрепленными к веревкам, оттащили на середину реки. Но чудотворные мощи не оставили людей, оставивших их. Снова они возвращаются к ним и снова пристают к тому же самому месту, откуда их оттолкнули. Но и тогда живущие там люди не могли заметить дивное чудо, что рака с мощами плыла против течения, а не вторично ее отгоняют и снова лишают себя богоданного сокровища, отведя мощи обратно. Не по злобе они то делали, но по невежеству, так как были грубые и не просвещены учением. Поэтому и поступок этот был им прощен. Святые мощи в третий раз приплыли к берегу в том же самом месте. Тогда сам блаженный чудотворец явился во сне честным и благоговельным мужам и сказал, «Зачем вы, верные служители Христовы, не принимаете меня? Ведь я такой же христианин, как и вы, подобно вам, и я благочестно веровал во Христа во время моей земной жизни. Если вы это делаете лишь потому, что не знаете моего имени, то я открою его вам. Я Иаков, получивший имя сие в честь Иакова, брата Господня». Мужики, пробудившись от сна, почувствовали в сердце свою необычайную радость от слов святого и рассказали всем о видении. И вот все жители того селения поспешно отправились на то место, откуда они дерзновенно оттолкнули святые мощи праведного Иакова, и старались увидеть их. Найдя их, они вознеслись, благоговейно вынесли их из воды, с честью положили на берегу в той же самой раке, а кругом обнесли деревянным срубом. При благии Бог, прославляя своего угодника, даровал святым мощам его силу творить дивные чудеса и исцелять различные недуги. Видя это, люди воздавали великое благодарение всемилостивому Богу, который не спаслал им такого беззмездного врача. Прославляли преподобного чудотворца, исцеляющего всякую болезнь. Желая положить мощи его на более лучшем месте, они отправились к архиепископу Великого Новгорода при освященном Феодосии и с умилением рассказали им во всех чудесах бывших от раки преподобного. Феодосий в послании к первопрестольному архиерею Сеаруси митрополиту Макарию описал все чудеса, какие он слышал, получил от него в скором времени доброе наставление. Феодосий с отчанием стал расспрашивать о чудесах святого улиц, которые получили исцеление от своих недугов. Убедившись, что все, сообщенное ему, было действительно истинно и не ложно, архиепископ Феодосий послал Константина Игумена монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы вместе со священниками диаконами в Боровицкое селение. Отсюда честные и чудотворные мощи святого праведного Иакова были в честь и перенесены в новую церковь сошествия святого и животворящего духа. Здесь они и были положены у южных врат церковных в 23-й день месяца октября 1545 года. В сей день и положено было праздновать ежегодно память этого блаженного чудотворца во славу во святых прославляемому Христу Богу во веки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok